Первый эфир прямой линии с Владимиром Путиным состоялся 24 декабря 2001 года. Тогда глава государства ответил на 47 вопросов жителей страны. Передача продлилась 2 часа 20 минут. Второй прямой эфир состоялся менее чем через год, 19 декабря 2002 года. Телезрители успели задать президенту 51 вопрос. Продолжительность прямой линии составила 2 часа 40 минут. 18 декабря 2003 года состоялась третья по счету прямая линия главы государства. За 2 часа 50 минут Владимир Путин успел ответить на 69 вопросов. В 2004 году вместо прямой линии состоялась масштабная пресс-конференция президента в Кремле. Четвертая прямая линия с Владимиром Путиным состоялась в сентябре 2005 года. Тогда впервые вопросы можно было задать не только на специально созданном сайте или по телефону, но и через смс. За 2 часа 53 минуты президент ответил на 60 вопросов, 14 из которых выбрал сам. Пятый эфир общения с россиянами в прямом эфире состоялся 25 октября 2006 года. За 2 часа 54 минуты Владимир Путин ответил на 55 вопросов. Тоже в октябре, 18 числа в 2007 году состоялся шестой прямой эфир. На связи со страной Владимир Путин был 3 часа 6 минут. За это время глава государства ответил на 67 вопросов. В седьмом прямом эфире 4 декабря 2008 года Владимир Путин участвовал в качестве премьер-министра. Для ответа на 46 вопросов председателю правительства потребовалось 3 часа 8 минут. Также в статусе премьер-министра состоялась и восьмая прямая линия с Владимиром Путиным. 3 декабря 2009 года премьер дал ответы на 80 вопросов, а продолжительность программы составила 4 часа 1 минуту. 9 прямой эфир с Владимиром Путином оказался самым продолжительным с начала появления программы. 16 декабря 2010 года глава государства общался с жителями страны 4 часа и 26 минут. За это время премьер-министр ответил на 88 вопросов. Рекорд по продолжительности общения был установлен и в 2011 году во время юбилейной 10 прямой линии. 15 декабря Владимир Путин в статусе главы российского правительства ответил на 96 вопросов. Для этого потребовалось 4 часа 32 минуты эфирного времени. Планировалось, что 11 эфир состоится 31 октября 2012 года. Однако из-за разработки нового формата общения и переноса прямого эфира на более теплое время года, в следующий раз Владимир Путин на прямой диалог с населением вышел в 2013 году. Так, 25 апреля Владимир Путин уже снова в статусе главы государства ответил на 85 вопросов. А само общение в прямом эфире продолжалось 4 часа 47 минут. 13 встреча в прямом эфире, как и сообщалось, тоже состоялась весной. 17 апреля 2014 года за 3 часа и 54 минуты глава государства ответил на 81 вопрос. И здесь надо отметить, что впервые за всю историю главе государства можно было задать видео вопрос. Через 364 дня состоялась 14-я прямая линия с Владимиром Путином. 16 апреля 2015 года глава государства общался с жителями страны 3 часа 57 минут. За это время ответы на вопросы получили 74 жителя страны. 15-е прямое общение с россиянами вышло в прямой эфир 14 апреля 2016 года. Тогда президент ответил на 80 вопросов. Продолжительность общения составила 3 часа 40 минут. 16 эфир состоялся в начале лета. 15 июня 2017 года Владимир Путин общался в прямом эфире 3 часа 56 минут. За это время глава государства ответил на 68 вопросов. Летом состоялась и 17-я прямая линия. Эфир 7 июня 2018 года продолжался 4 часа 20 минут. Жители страны задали главе государству 73 вопроса. Интересно, что в этот раз во время общения с гражданами Владимир Путин связывался с губернаторами и министрами, чтобы они могли оперативно отреагировать на жалобы и предложения россиян. 18-я прямая линия с Владимиром Путином состоялась практически в середине лета. 20 июня 2019 года формат живого общения продолжался 4 часа 8 минут. За это время президент ответил на 81 вопрос. 4 часа 34 минуты продолжалось общение с народом в прошлом году. Оно стоялось зимой 17 декабря. Чтобы не отменять традиционную 19-ю прямую линию из-за пандемии коронавируса, ее было решено провести в так называемом смешанном формате. Глава государства тогда ответил на 60 вопросов.